Привет, меня зовут Елизавета Михалкова. Сегодня покажу вам проекты своих огородов, расскажу о высоких грядках, посадках, о планировке и немножечко дам инсайдерской информации, которую ни от кого вы больше не услышите. Сейчас мы находимся в огороде моей любимой клиентке Ане. Весь огород сделан по моему проекту. Мы используем архитектурные формы, такие как обелиски. И мы сделали здесь очень красивое панно, по которому будут плестись вены, которые будут давать нам красивую картинку. Ну вот здесь фантастическим образом хозяйка выращивает просто, не знаю, все что только можно. Вот здесь, например, у нее репка. Органическая репка, которая можно, собственно, вырастить только в своем огороде, потому что купить и нельзя. А работа в своем огороде приносит, ну помимо какого-то умиротворения, такого гармоничного состояния, приносит какое-то еще вдохновение. И поэтому как-то с детства я себя чувствовала гармонично именно в местах, где есть что-то живое, где меня окружает какой-то живой мир. На этой центральной грядке, которая как раз видна из двух окон, нужен какой-то акцент в центре, поэтому сделали такой обелиск. В этом сезоне они выставили лаванду, которая просто фантастически красиво смотрится вместе с серым обелиском. По цветам и по объему, по фактуре мне прям все нравится. Но также по обелиску можно заплести фасоли и любые плетистые растения. В принципе в огороде каждый сантиметр играет роль, потому что нам помимо красивой картинки, нужно еще сделать так, чтобы это было комфортно, чтобы были комфортные проходы, комфортный подход грядки со всех сторон и так далее. Много очень нюансов. И при этом нужно, чтобы было как-то красиво. Это еще один из моих проектов, который был сделан под ключ. Клиентка захотела, чтобы у нее сразу были высажены все плодовые культуры, все овощи, зелень, чтобы можно было прийти, собрать, отдать шеф-повару своему, и он приготовит вкусный обед. Проекта было два. Первый это дизайн-проект планировки огорода, а второй дизайн-проект посадок на грядках. Поэтому здесь есть такие прямо совсем дизайнерские грядки, есть просто регулярные посадки. И здесь у нас все соблюдено, все правила соблюдены идеально. Все посадки на грядках посажили агрономы с Тимириальской академии. И вот то, что мы видим сейчас, это вот по прошествии всего лишь нескольких месяцев. Еще лет, не знаю, 10 назад я ходила в фитнес-клуб. Вот я там иду по дорожке, да, или бегу. Куда я бегу? Как выглядит эта дорожка? Передо мной какой-нибудь там телевизор или стена, ну в лучшем случае окно. И все это какое-то такое бессмысленное. Я думаю, господи, какой кошмар. Я не хочу когда я появился огородом, какое счастье. Вот это мой спортзал. Вот здесь у нас такая важная конструкция, как теплеры. Когда вы выращиваете какие-то плетистые овощи, которым необходима опора. Поэтому мы разработали такие теплеры, такие конструкции, которые нам дают ощущение того, что вот это какой-то, может быть, домик или теплица. В теплере мы привязываем такие вот веревочки, шпагаты. И по этим шпагатам могут плестись любые плетистые растения, вот как у нас там огурцы плетутся. А здесь у нас томаты. Томатам очень нужна опора, они высокорослые, поэтому теплера их спасает. Она для них просто идеальна. Степ-бай-степ вот как-то я путешествовала, когда работала моделью Париж, Милан, Лондон, Нью-Йорк. Я помню, что везде как-то меня тянуло всегда за город, куда-то за город, куда-то на природу. Мне нужно было обязательно в какой-то момент убежать. Но я не понимала, что это что-то, что-то такое мистическое, может привести меня к тому, что это может быть часть моей профессии. Ну и дальше я как-то начала изучать эту тему, вот, и поняла, что ничего такого достойного в области садовой утвари, так сказать, в общем-то почти нет. Вот в этом огороде Ленка захотела, чтобы был садовый шкаф, куда она сможет складывать все садовые инструменты. Здесь мы сделали специальные отсеки под размер рукоядок этого садового инструмента. И здесь такая прекрасная лейка английской компании House, которая тоже есть в бутике Эстетик Гарден. Ну, здесь все про эстетику, поэтому все красиво. Вот, это моя любимая. Медная лейка. Главное правильно надеть распылитель дырочками вверх. В общем, это все произведения искусств, которые хранятся вот в этом чудо шкафчике садовым. Мне вот приятно, когда я в огороде, мне нужен, чтобы инструмент, который я держу, чтобы это был тоже живой, так сказать, персонаж, да, то есть что его кто-то делал руками. Он это делал с душой, потому что это его детище, и он гордится тем, что он делает. То есть для меня вот эта вся история, она важна. Домашнюю грядку, ну, самому спроектировать можно, конечно же, дома, наверное, но если рассказать о нашей домашней грядке, о Эстетик Гарде, то такой был долгий путь. Изначально была идея просто сделать такой вот ящик, в котором можно подоконники выращивать растения. Потом я поняла, что как-то не очень интересно, хочется, чтобы это был какой-то предмет. Ну, предмет, наверное, декора даже. И дальше в какой-то момент, я увидела, что раньше, в 19 веке, по-моему, были такие жердиньерки, где выращивались комнатные растения. И идея с такой домашней грядкой, собственно, примерно оттуда. Ну, и дальше мы начали изобретать эти грядки. Много было всяких там рисунков, набросков, чертежей. Сначала они были вообще такие стабильные, статичные, без колесиков. Потом придумали, что должна быть на колесиках, чтобы она могла передвигаться по дому, по квартире. И потом финальный образец, который у нас наконец-то получился, то есть он уже был с такими фигурными деталями. Он был с такой, с функцией передвижения, то есть с колесами, у которых есть тормозок. То есть можно грядку куда-то передвинуть, поставить, зафиксировать. И дальше она будет так стоять. Даже если ребенка будет толкать, она будет все равно стоять на своем месте. Грядки можно приобрести у меня на сайте. Это бутик Esthetic Garden. Какие-то грядки есть в наличии. Их можно заказать, если повезет, то тогда у вас будет на следующий же день. Но если в наличии грядок нет, то тогда нужно будет подождать 10 дней. Ландшафтный дизайн, если честно, мне вот немножко так режет слух слово дизайн, потому что дизайн это что-то для меня такое, что-то зафиксированное. Все, что живое и зеленое, это все про искусство. Как посадить цветы, как он потом пойдет, этот цветок, он живет своей жизнью. И это, конечно, какое-то искусство. Больше, наверное, относится к живописи, мне кажется. Что-то такое про живопись, про музыку. Вот здесь у нас чудесный компостный ящик или компостер. Изначально вот клиентка, она как-то сомневалась, ставит ли компостер, потому что она боялась каких-то там неприятных запахов. Вот. Но дело в том, что если правильно готовить компост, потому что есть рецептура определенная правильного компоста, если говорить про вино, то если в вино мы нарушим технологию винного производства и туда набросаем, чего попало, то, соответственно, вина не получится. Так же с компостом. Я стою здесь рядом с компостером, и я не слышу никаких посторонних неприятных запахов. Я слышу только, может быть, какой-то приятный такой аромат сырой земли или просто какой-то зелени. Мне всегда хотелось, чтобы у меня был огород, но мне никогда не хотелось, знаете, классическая поза русского огородника. Это, значит, вниз головой, кверху попой. Хотелось какой-то вот эстетики и хотелось комфорта очень сильно. Листая какие-то фотографии и картинки английских садовников и голландских, и немецких. В общем, я увидела, что, оказывается, есть высокие грядки. Такая классная вещь. Ну, в общем-то, мы решили с моей столярной компанией сделать такую пробную грядку первую. Ее конструктив достаточно сложный для того, чтобы это можно было вот так вот легко где-то пойти и заказать. Вот это сложно. То есть она сконструирована так, что из этой грядки ниоткуда не вылезает земля, ничего не вываливается. При этом внутри органика контактирует с органикой, то есть дерево контактирует с грунтом непосредственно. У этой грядки нет дна. Это тоже очень важно, потому что некоторые ландшафтные дизайнеры ставят грядки, у которых изноц это кашпо, в которых, к сожалению, ничего не вырастет. То есть она какое-то время, может, и порастет. Но дело в том, что там будет застой воды, там будут, соответственно, неправильные, не очень хорошие микроорганизмы появляться. Поэтому там обязательно должно быть открытое дно, то есть дна не должно быть. Ну и один из огромных плюсов высоких грядок наших в том, что можно вот так вот присесть и попить чай. Надеюсь, вам понравилась экскурсия по моим проектам Kitchen Garden Design. Хочется надеяться, что вы получили какое-то вдохновение и мотивацию на то, чтобы создать свой Kitchen Garden Design и место, где вы сможете отдыхать душой, вдохновляться, мечтать и просто получать удовольствие. Пока! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...